КОРНЕЙ Привет! С вами Корней. Это замкнутая экосистема. Сейчас ее примерно 7,5 месяцев. Изменения перестали происходить. Как вы видите, если сравнивать с прошлым видео, то растения находятся примерно в таком же состоянии. Черевь жива. Единственная разница в том, что сухих листьев и веточек стало больше. Из этого можно сделать вывод, что в замкнутую экосистему желательно помещать насекомых, которые будут поедать умершие части растений. Тогда все это будет выглядеть более привлекательно. Я считаю, что данный эксперимент можно прекратить. Потому что ничего нового не происходит. Уже становится неинтересным. Конечно, я сделаю новую замкнутую экосистему с муравьями. Но это будет чуть позже. Однако, эту банку я использую для другого эксперимента. А именно для эксперимента с древними бактериями. Об этом я расскажу чуть позже. Ну а поскольку мне ее все равно придется открывать, то я заодно и почищу ее стенки. Вот таким образом она выглядит сейчас. И вы можете лучше рассмотреть всё, что там находится. Итак, в чём суть следующего эксперимента? Российские учёные и советские учёные проводили эксперимент. В древних ледниках сохраняются бактерии. Они сохраняются в течение десятков и сотен тысяч лет. Там находится достаточно много бактерий. Но жизнеспособными остаются лишь несколько процентов. И помещая в питательную среду бактерии из ледников, учёные смогли размножать этих жизнеспособных бактерий. Оказалось, что эти бактерии обладают уникальными свойствами. То есть, они благодаря каким-то своим качествам смогли в течение десятков и сотен тысяч лет выживать в ледниках. И вот какая-то эта живучесть передаётся, если этими бактериями кормить мышей. То есть, старые мыши начинают размножаться. У них проходят многие заболевания. Они живут значительно дольше. У меня есть товарищ, который живёт в Сургуте. Я его давно просил привезти мне немного льда из слоёв вечной мерзлоты. В которой находятся вот такие древние бактерии. И вот он наконец недавно приезжал ко мне. И привёз немного воды из древнего ледника. Ну когда-то он в эту бутылочку конечно же поместил лёд из ледника. Но поскольку это всё было достаточно рыхлым, то затем растаяло. И вот воды в итоге осталось не очень много. Сейчас я вам покажу, как приблизительно выглядят вот эти пласты, из которых можно добыть лёд из ледника. Как правило, это побережье рек. Когда обваливается часть берега из-за того, что река протекает, то обнажаются глубинные слои льда. Чем глубже, тем ниже этот слой располагается, тем более древний лёд мы там можем видеть. В принципе, в Сургуте, можно сказать, везде под ногами ледник. Но его достаточно сложно до древних слоёв докопаться. А вот на берегах рек это возможно. Что мой товарищ и сделал. Итак, эксперимент будет достаточно простым. Я хочу просто вот эту воду с содержащимися в ней бактериями вылить в эту банку. Ну, к чему это приведёт, я конечно не знаю. Это будет ясно в дальнейшем. Может быть ничего не произойдёт. А может быть что-то интересное. Но в любом случае, мне бы не хотелось просто так, вот такую замкнутую экосистему, которая так долго развивалась. Ну, просто взять и прекратить эксперимент. Было бы обидно. Пускай будет вот такое продолжение. Ну, что ж. Какие будут результаты, будут ли они, мы увидим через некоторое время. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. С вами был Корней. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok